тебе можно составить гардероб из трех любых марок в любом количестве пожизненно бесплатно бери сколько хочешь какая прелесть какая прелесть мне нравится очень ну давай просто так от балды возьмем мне нравится балин сяга мне нравится селин и мне нравится что еще такое было прикольное а я возьму эмили ондор потому что они очень клевые как раз такие свеженькие ну мы готовим оператор все класс другой возможности защитить россию нам не оставили сегодня утром владимир путин в обращении к россиянам объявила начале специальной военной операции по защите народных республик донбасс нашим минобороны сообщили что российские вооруженные силы не наносят ракетных авиационных или артиллерийских ударов украинским городам гражданскому населению угрозы не ксюша давай сразу объясним нашим зрителям мы с тобой встречались для интервью в декабре полгода даже ноября по моему нет мне кажется даже да и раньше в декабре в декабре мы смотрели да мы встречались в декабре прошлого года мир конечно тогда был совершенно другим я пересматривала интервью но такое милое легкомысленное и вот это абсолютно другие темы понимаешь вот и стало очевидно что конечно мы его так выпускать не можем и хотим его дополнить нашим сегодняшним разговором потому что мир поменялся так что невозможно этого вообще не замечать ксения дукалис блогер инфлюенсер феминистка которая не любит феминитивы выбрала псевдоним дукалис поскольку зарубежные преподаватели не могли выговорить ее настоящую фамилию дукалская поступила на журфак мгу без экзаменов как победитель в литературной олимпиаде уже прославившись в инстаграме стала по-настоящему известной благодаря участию в шоу подруги где откровенно обсуждала с татьяной менгалимовой и кариной и стоминой прошлое отношения и сексуальный опыт несмотря на резко возросшую популярность и миллионы просмотров покинуло шоу в конце 2020 года объяснив свое решение тем что проект уже не приносил ей той эмоциональной отдачи которая была раньше осенью 2021 года дукалис и мингалимова окончательно рассорились после обмена мнениями соц сетях сегодня ксения ведущая в нескольких youtube и тик ток проектах параллельно развивает собственные каналы вот смотри как один фрагмент который ходила тебе просто показать из того интервью в каком-то смысле можно назвать пророческим интересно как ты сейчас посмотришь на то что ты говорила тогда слушая честно вот сейчас будет максимально как будто ватно звучать я очень люблю россию я очень не хочу отсюда уезжать но если придется понимаешь придется ситуация где ну я понимаю что мне почему-то надо выбирать и у стенки стоять и говорить вот голосуйте за вот этого человека я скорее уеду отсюда и буду работать где-то еще пускай по два года но где-нибудь еще куда уедешь слушай даже не знаю куда я думаю точно куда-то в европу скорее либо там я не знаю в израиль не в америку потому что классно но боюсь что может быть тяжело сейчас ну примерно понятно насколько я знаю из открытых источников ты действительно уезжала да из россии подышал в израиле вот прямо все все говоришь за вообще а там еще бы моменты вообще я же помню это интервью там много таких моментов знаешь когда я говорю инстаграма не будет но ничего я буду жить тут агент там агент понимаешь еще поговорим но вот сейчас давай про вот этот отъезд на какое-то время в израиль и твоих словах здесь то есть что произошло ты почувствовал что тебя поставили у стенки что тебе надо сделать что-то что тебе совсем не хочется нет ты знаешь все таки здесь я наверно говорю о том что ко мне уже прям реально приходят и вот прям начинают физически вербально лицо в лицо давить вызывать меня на какой-нибудь я не знаю центральную площадь города москва в какой-нибудь кабинетик со мной там пытаются разговаривать вот этого не произошло я все еще кстати считаю что я люблю россию просто видимо я люблю определенные части не люблю и как сказать не одобряю определенные моменты которые и присущи особенно сейчас вот но возвращаясь к вопросу про мой отъезд да ты знаешь там случилось несколько моментов потому что во первых очень забавно действительно какой был прилив внимания ко всем уезжающим хотя бы на 15 минут но допустим я могу сказать что я думала что я хочу куда-нибудь уехать но после 24 я помню ехала мне кажется я не помню в каких датах честно скажу помню где-то типа 29 вот так вот я поняла что я точно должна это сейчас сделать потому что мне нужно как-то переключиться потому что я очень сильно начала переживать за это все ну то есть у меня нету излишнего оптимизма во мне знаешь когда что-то такое происходит у меня нет ощущения что он ну ладно это все на пару дней это все забудется это вообще все нас будут всегда любить вообще все будет классно ну и что что кто-то нет у меня такого нет у меня все в самых мрачных тонах и я поняла что мне ну просто не комфортно не могу находиться вот в данный момент в этом инфополе в основном понимаешь потому что я понимала что я залезаю во все новости я абсолютно моя цифровая гигиена была потеряна не нужно было просто переключиться и вот что-то знаешь как-то себя вытащить из этого потому что ну в какой-то момент у меня вообще началось ну пред депрессивное состояние я регулярно занимаюсь психологом и он такой так но у нас уже вот мы как мы сказать можем определить динамику он говорит вы вот за сколько лет мы занимаемся вы сейчас впервые вот на грани мы с вами вот должны понять что мы будем делать с этим но у меня не было желания переезжать оно все еще у меня отсутствует я все еще надеюсь что никогда мне не придется это делать вот но сказать что жизнь такая же как была или все вот замечательно и это не вопрос того что какие-то бренды ушли или даже вот такой такой бытовой материальной истории это вопрос именно ощущения и твоего понимания наверное ну что действительно вот прямо сейчас данную секунду пока мы мило красиво чинно сидим люди сидят в окопах люди умирают я вот думаю про это понимаешь мне нет ситуации в которой я как бы начинаю кровопролитие вроде бы это слово у нас разрешено воспринимать как спорт вот для меня это я не могу то есть для меня я всегда вижу людей вот и это даже сейчас вызывает у меня очень сильный эмоциональный отклик поэтому в тот момент в начале в конце февраля это было просто на вершине понимаешь вот прям это чувство паники боли и те ты понимаешь что ты не можешь всяко у меня руки трястись начали и тебе просто нужно вот если у меня была возможность уехать у меня был как раз промежуток в университете когда мне ничего не нужно было ни сдавать не делать в работе я как так все сделала я уехала и мне это ну как бы реально помогло с такими тренировками конечно никакие зубы не выдержат но я знаю решение керамические виниры емакс за три дня до это возможно юрклиник это современная стоматология которая работает со всеми методами лечения зубов и полости рта важным качеством стоматологии юрклиник являются доступность качество скорость выполнения работ упаковка и сервис именно сейчас клинике действует специальное предложение по установке керамических винир емакс с художественным нанесением всего за 11 тысяч 990 рублей за один винир эти виниры можно установить в срок от четырех дней а клиника находится не только в москве но и в краснодаре вообще виниры тонкие керамические накладки на зубы с помощью которых можно существенно улучшить цвет форму и пропорции зубов для виниров емакс используются только оригинальные материалы емакс с нанесением керамики керамические виниры емакс отличаются высокой эстетикой и прочностью они изготавливаются индивидуально для каждого пациента учитывая все пожелания вы можете быть уверены в результате ведь врачи специалисты уже не первый год занимаются своим любимым делом и уверены настолько что дают гарантию на виниры импланты и лечение переходите на сайт клиники в описании под видео используйте промокод собчак и получите скидку 40 процентов не только на установку винир но и на оставшиеся услуги и весь мир будет вам по зубам ну а я пожалуй дальше пойду потренирую встречу ты анализировала почему многие люди так негативно воспринимали ну отъезд некоторых известных людей там меня вани слепакова тебя многих других но про которых стало так или иначе известно что они уехали по каким своим личным делам ну я пыталась для себя найти объяснение я не претендую на какую-то истину в последней инстанции вот но мои какие-то причины были таковы что во первых я не думаю что были те кто не испугался и люди по-разному свой страх проживают вот для кого-то достаточно расхожая стратегия это присоединиться к позиции силы вот им кажется что в данный момент те кто ругают тех кто куда-то уехал это более сильная позиция к ним нужно присоединиться нужно тоже их ругать первое второе то что может быть кто-то хотел бы и сам уехать или так сделать не мог этого сделать да и для меня нет такого что если человек уехал тем более потом вернулся от какое-то предательство то есть я могла бы понять если бы я там я не знаю ну что какие у нас есть что что у нас есть какие статьи нельзя сжигать флаг вот да понятно себя на человек это делать они бы описали что ты изменила родине я могу понять причинно-следственную связь от того что человек уехал и вернулся для меня это не очень понятно и ну как это является изменой и еще один такой момент о котором я думала то что есть же взаимосвязь между тем насколько человек встроен в общество насколько у него высокая там социальная агентность и тем насколько он в такие переломные моменты как раз обращается к этой позиции типа силы то есть если ты не особо можешь реализоваться в своем каком-то сообществе да у тебя нет там каких-то я не знаю хороших социальных связей с соседями еще с кем-то то в такой ситуации есть больше вероятность что ты будешь писать на кого-то донос потому что ты такой о класс я наконец-то понял ну то есть это не подсознательно происходит я наконец-то понял как сделать так чтобы я был на правильной стороне вот они сейчас плохие поэтому сейчас я буду тоже как все вот на них стучать еще что-то делать вот это для меня было просто ужасное открытие честно скажу одно из ужасных открытий в контексте того что мне не понравилось моей родной стране это вот это стукачество первые полтора месяца какие-то списки списки врагов списки нелюдей списки людей списки тех Ну, то есть заходит, кто у нас там был в горе от ума, и говорит, а судьи кто? Вот меня эта списочная истерия вот абсолютно не порадовала, абсолютно мне она не близка, и она еще больше людей, вот опять же, понимаешь, дегмунизирует. Вы просто вместо человека начинаете видеть какой-то именно бумажки, и без суда и следствия вы его просто ненавидите, да или даете повод его там травить. Были ли те, с кем ты после 24 февраля перестала общаться из-за взглядов? У меня было две подруги, с которыми мы как будто бы могли поругаться, но в итоге как-то мы как взрослые люди все встретились, поговорили, поняли, что это было какое-то общее состояние аффекта, потому что они начали мне, нам в общий чат присылать из серии чуть ли не нарезки Симоньян. Я такая, не-не-не, вот это уже как бы стоп-машина, как бы ты не был испуган, берега не надо, путать нет. В том, что я не говорю о том, что сейчас как-то объяснить. Я стараюсь искать разные источники информации. Это профдеформация, опять же, извините за этот опять рифмовый момент, но, то есть я не то чтобы сижу и читаю исключительно «Медузу» 24 на 7. Я вообще «Медузу» не читаю, потому что для меня там очень много тоже перегибов и чего-то, ну, такого, знаешь, очень триггерящего именно эмоции. Вот, то есть я разное пытаюсь искать. Но когда мне присылают вот кого-то, знаешь, Аля, Невзорова или Басимоньян, я понимаю, что, ну, это не тот источник информации, на который я хочу, как бы, полагаться, да, и с которым я буду активно работать. Вот. Но я тебе могу сказать от обратного приятную новость, откликающуюся с нашим прошлым интервью, что 24 февраля мы начали общаться со всеми подругами снова, потому что на фоне, как сказать... Пиздеца. Да, будем честны, такого масштаба, ты понимаешь, что все твои житейские распори, ну, это просто грязь под ногтями. Вот. И мы вообще все замечательно, все общаются, все супер, ближе, чем никогда вообще. Это правда. Я помирилась с Никой Белосарковской, а ты, я так понимаю, с Менгалином. Да, вообще мы все супер. Вот расскажи, как это произошло, потому что мы в том интервью очень много раз говорили про ваши отношения, и было понятно, что они сложные, ты сама об этом говоришь. Вот расскажи, как после 24-го числа произошло это потепление. Ну, у нас есть общий чат, который называется «Никаких шотов», потому что однажды мы все вместе напились и решили, что больше никаких шотов. И я просто туда написала. Ну, я поняла, что я хочу с девочками обсудить, со всеми, тремя. И я думаю, ну, что, когда, как не сейчас, я сделаю этот первый шаг, потому что для меня это важно. Я понимаю, что они 100% такие же эмоции испытывают, как и я. Их надо, как-то, знаешь, контейнировать, их надо обсудить друг с другом, как-то это выплеснуть. И мы как бы нон-стоп общались. Ну, то есть ты написала, что девочки вот такой пиздец, что кто думает. Ну, типа того, я не помню точный, знаешь, формат. От слов, но вот да, он явно был 16+, и крайне эмоциональный, и сопровожденный стикерами, гифками, и вот в этом всем. И все сразу откликнулись. Да, да. Ну, Старикова чуть позже, потому что она спала, она говорит, я проснулась, там 340 сообщений в чате. Я думаю, ну все, точно ядерное что-то началось, потому что, ну, я вообще не ожидала этого. Да, и как-то, знаешь, нормально. И мы встретились. Нет, мы не встретились, потому что Таня все еще не в России. Таня все еще... Сейчас скажу, где. Таня в Грузии. Вот. И поэтому мы виделись со Стариковой, ну, с Кариной мы всегда на связи, вот. А с Танюхой, ну, она ко мне на свадьбу приедет, вот. А она находится в Грузии, ну, по причине безопасности собственной? Или она боится возвращаться? Я не думаю, что она боится возвращаться. Надо, опять же, спрашивать человека, я не знаю, да. Я думаю, ей просто комфортно, она хотела путешествовать. У нее этот год был запланирован под путешествие, как мы с ней общались, вот. Ну, и она просто продолжает это делать. Ты сама как оцениваешь? Подруги принесли тебе вот такую славу настоящую? Ну, мне кажется, да, Подруге, очевидно, был супер-бустер для всех нас. И это был очень крутой проект, и отрицать его, мне кажется, было бы глупо. Ну, да, мы даже посмотрели, у тебя там до шоу, там, что-то, 42 тысячи подписчиков, потом стало 320, и после окончания Подруг 314. То есть даже немножко упало. То есть очевидно, что это была какая-то такая большая популярность, которая пришла именно с этим шоу. Да, большая аудитория. У нас есть еще один инсайт по поводу того, из-за чего все-таки вся эта история немножко закончилась. Ой, ну давай, покопаемся. Я понимаю, мотивация у тебя уйти, тоже вот ты можешь подтвердить, провернуть, но хочется, чтобы ты была максимально искренна. Была связана с тем, что канал не твой, ты понимала, что несмотря на то, что вы получаете, значит, делите деньги от рекламы, ты все равно развиваешь как бы чужой канал и чужой, ну, как бы, условно, чужой продукт. А девочкам, получается, ты зарплату платишь Карине и Ксюше? То есть, ну, автор проекта ты, и это твой проект, это не проект на троих, это твой проект, ты единственный владелец канала, и девочки у тебя приглашенные соведущие, получается. Расхождение было из-за денежных вопросов. То есть, то партнерство, которое было, не до конца устраивало с Менгалимовой именно. Вам хотелось другого вида партнерства с ним? Нет, не совсем, прям вот не совсем. Значит, по поводу канала. Да, он не наш, естественно, это момент, который ты учитываешь в своей голове. Здесь было только понимание того, что действительно мы работаем, но мы как наемные сотрудники. Окей, хорошо. Это момент, который влияет, но он не является самым главным. А по поводу денег тоже полный бред, потому что и я, и Карина, и Старикова, Танюша, все, кто ходят на интервью, все всегда говорили, сколько там нам платят, и все говорили, что это действительно символическая сумма достаточно, да, и для нас она не была приоритетом. То есть, ну, это скорее действительно символ того, что мы вот здесь работаем, да, вот, соответственно, у нас есть генпродюсер Таня, и она нам дает какую-то зарплату. Все. А теперь по поводу причин, которых ты не назвала. Мне кажется, важно то, что все мы действительно очень искренние люди, и мы искренне работали вот в этом замечательном проекте и дарили, не дарили, отдавали эмоции, да, и свои какие-то переживания. И в какой-то момент мы поняли, что мы, ну, не то, что выгорели, но, понимаешь, у нас наши сборы, они уже не на каком-то огоньке. Это уже такая даже не то, что рутина, но ты понимаешь, что ты должен как будто не то, что придумать, что рассказать, но ты как бы подыскончился. И это вот одна из наших последних планерок, она была как раз такая, брейншторм, где мы такие, так, а вот что надо сделать, а как нам это? И все устали. Вот мне кажется, это самая главная какая-то причина, все действительно устали, потому что, да, это очень клевый проект, мы его любили, каждая, я ему безумно благодарна и вообще супер рада, что он был в моей жизни, но все действительно устали, потому что это сложно, это живой организм, четыре человека, очень разные, а там куча разных каких-то факторов, у всех свой график, и это все собирается вот в одну такую... Ну вот смотри, ты говоришь, что подустали, но ты же понимаешь, что любой вот большой проект и большой успех, это как раз такой длительный марафон, это такая вот Киркоровщина условно, вот он в моем детстве пел, и сейчас ему вот 50 лет юбилея, и он все там же, да? И это вот любой успех удержать, развивать, выступать, когда тебе не хочется, придумывать, когда тебе вообще не до этого, пройти через кризисы. Вот нет ощущения, что вы как-то очень рано сломались. Мне наоборот кажется, мы очень долго продержались. Знаешь, нам некоторые говорили, что вы и года не продержите, ой, три девочки вместе, чего вы тут вообще начинаете? И после первого секса я тоже такая решила, думаю, это все наебка, это все какой-то заговор, они все говорят про Ротшильдов, а заговор-то в том, что секс хуйня. Мне кажется, мы достаточно долго продержались, и мне еще кажется, что, опять же, мы свободные и мы искренние, мы почувствовали все, что мы не хотим это делать. То есть, понимаешь, это такой... Понимаю, но это правильно, вот с точки зрения работы, бизнеса... Вот, понимаешь, у тебя другая парадигма, у тебя парадигма бизнеса, делание на этом денег, такой веселый капитализм. Подожди, ну ты же на этом много заработала, и ты стала звездой через это. Да. Другие проекты не стали смотреть, и вообще тебя бы не стали смотреть, если бы не допустим. Ну нет, меня бы стали смотреть, не в таких объемах, но я верю, что стали бы. Здесь вопрос в том, что мы дошли до определенной точки, и все поняли, что могут двигаться дальше. И, понимаешь, вот есть проект, я не знаю, там, ну, ЧБД возьмем. Оттуда уходило много кто, но они продолжают работать, потому что это бизнес, по сути. А мы были не про бизнес, и мне кажется, это на самом деле очень крутой момент про нас. Это правда, что вы не общаетесь с Таней Менгалимовой? Я с ней не общалась, мне кажется, месяца два-три. Но она, помню, я недавно посмотрела, она от меня отписана. Я все еще нет. Но это же не случайно? Это не случайно. Кстати, я считаю, что ты в этом виновата, Ксюша. Ты сейчас шок-конференция готова. Я виновата во всем всегда. Если в крайне нет воды, то виновата Собчак. Виновата Собчак, конечно. Чуть что, звони Собчак. А была история с группой небезызвестной. Безызвестной, манский. Со мной, не поверишь, тоже была история. Я тебе сейчас расскажу, что было. Была история. Они приехали... Ну, я не знаю, нужно ли нам давать... У меня все это есть. Они приехали в Россию. Я могу совсем коротко. И дальше, значит, я с удивлением читаю пост Тани Менгалимовой о том, что они ей обещали эксклюзивное интервью и не дали. И в этот момент я чувствую себя брошенной невестой, потому что мне ровно обещали то же самое. Я несколько спрашивала раз, будут ли еще какие-то ютуб-каналы, потому что для меня принципиален эксклюзив. Мне сказали, точно нет. Вы в ютубе одна. И ровно тот же кидок. После чего я решила, конечно же, присоединиться к Тане и написать о том, что это, в принципе, очень странный подход к подобным кидаловым. То есть ты можешь отказаться, может что-то поменяться, но ты не можешь разным людям обещать одно и то же. Ну, это крайне странно. Это как я тебя приглашу на интервью, потом ты включаешь телек, а там еще 20 человек в кадре, и как бы тебя приглашали одну. Ну, то есть согласись в этом. Что было? Значит, из-за чего, я так понимаю, Таня испытала ко мне негативную эмоцию? Вообще это был, наверное, пик негативной эмоции. Но виновата я, напомню. Сейчас мы должны. Да, это все она, но я сейчас расскажу. Значит, происходит эта ситуация. Я была на презентации, которая была в Spotify, Sony Music, Таня там была, она там говорила о том, что вот не дали ей интервью, она им задавала вопросы на месте. В общем, наблюдала я эту группу. И за день до этого тоже была на их концерте, насколько я помню. И хожу в Инстаграм и вижу, что она пишет посты, сторис, где она плачет, что вот это все отменилось. Понимаю, что ужасно, жаль, неприятно. Все, думаю, окей, все, не вообще. Но думаю, комментировать это даже не буду, просто ужасно неприятно для человека, ну, некрасиво. На следующий день я захожу в Телеграм-каналы, которые начинают писать, какие группы Мэнэскин, ну, я не знаю кто, сопляжуй ужасные люди, гореть им в аду. А потом я вижу твой пост, Ксюш, где ты пишешь, просто вот это меня ужасно триггернуло, что никакой мировой славы и ничего им не ждать, пока они так относятся к журналистам. И это меня, если честно, уже вот куда ни плюнь, они как мавроди всех развели и куда-то исчезли, понимаешь? Вот, и ты пишет пост, и это была уже последняя капля. И я пишу свой, где я пишу, ребят, я бы, ну, я не знаю, ты вряд ли его читала, но там читала. Читала, почему? Я же готовлюсь к интервью. Вот. 2 сентября ты его написала, я даже помню. Вот. Я там пишу пост о том, что я делаю сразу пометку, что я вежливо ждала два дня, потому что я думаю, надо сделать эту пометку, чтобы люди не подумали, что я пишу про Таню исключительно, потому что она первая про это написала, я думаю, все сейчас поймут, что все ок. Но понимаю, с кем я общаюсь, думаю, окей, ну, вообще, понимая, как реагируют люди, какая у них есть картинка и ожидания, я приблизительно думала, что, может быть, такое и будет. Но что это будет так, я, если честно, не ожидала масштаба этого отлета. Вот. Пишу свой пост о том, что вот я там была, да, вот есть такие ситуации, не надо винить, наверное, артиста, это действительно, может быть, менеджер, а может быть, мы же не знаем, что там было. Ну, в общем, какую-то альтернативную точку зрения на это. На кого в итоге был, ну, скажем так, наезд в твоем посте? То есть ты как бы кому адресовала? На всех, я тебе говорю, на всех. Я говорю, ты просто была последней каплей, поэтому я говорю, что ты виновата, потому что я такая, не, Ксюш, ну, фигня, ну, не надо в это влезать. Я это начну писать. Этот поезд не остановить. Пожалуйста, хочется высказаться куда-то, чтобы как-то перестало это бурлить. И все. Но ты понимаешь, что Таня восприняла, что этот пост написала про нее, и она даже в комментариях к этому сообщению, где человек написал о том, что это некрасиво с твоей стороны, потому что Ксюша Дукалис, мега разочарование года. Да, моя любимая. Иначе не сказать. Вот она под этим постом пишет спасибо за поддержку там. Нет, там были даже какие-то не очень приятные моменты, когда я к ней зашла, и она писала в комментариях, что Ксюша ничего в своей жизни не организовывала, я ее знаю два года, она вот такая. И я так, окей, 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 ладно, хорошо, видимо, что-то там наступило, я больная. А вы лично это как-то обсудили потом? Нет, она просто, я так понимаю, вот как я посмотрела недавно, от меня отписалась, и все, я такая, ну, ладно, хорошо. Про фильмы. С кем ты это, вот чей-то канал Label.com, с кем ты это делаешь? Ну, Label Smart. Label Smart, Label.com, вот. Это кто? Кто эти люди? Так все те же. Ну, кто Label.com делает у нас? Так ты думаешь, что... Конкретно Label Smart в основном занимается Томас Гайсанов, вот с которым мы и делаем хуизмы. Это Дусмухаметовская какая-то структура. Вот, ты же знаешь все, конечно. То есть ты работаешь со Славой Дусмухаметовым? Уже не работаю. Работала с ним только по этому проекту и перестала? Да, да. Он тебе предложил или ты? Нет, это с Томасом, смотри, Томас Гайсанов, мой друг замечательный, очень талантливый парень. Я думаю, ваши агенты уже тоже на него что-то нашли. И мы с ним познакомились, когда он меня позвал Всегазавтра. Это их подкаст, где ученые разговаривают с комиками и блогерами. Мы там познакомились, что-то заобщались. Он очень умный парень, очень разносторонний. И в какой-то момент мы встретились, он говорит, вот у меня есть название шоу, там концепта еще до конца нет, вот я хочу хуизмы, и чтобы мы измы разбирали. Тебе было бы интересно? Я говорю, да, очень круто, давай. И мы дальше сидели и придумывали все вот эти концепты. А пока займемся западнизмом. Рыночная экономика, куча разных брендов, демонстративное потребление. О, что это у нас? Мм, демократия. Тут у нас выборы, парламент, свободные СМИ, справедливые суды. Сколько примерно вот один выпуск тебе приносил? Там миллион рублей, пятьсот тысяч. Нет, там вообще, слушай, мы на хуизмы вообще я не заработала ничего. Это опять же, видишь, ты, наверное, думаешь, что я какая-то сумасшедшая, но удивительным образом оба проекта, которые мне очень нравились, я на них не зарабатывала. Ну, то есть, окей, на подругах с интеграцией мы там зарабатывали, а хуизмы мы сняли, получается, два эпизода, закрыли все наши траты, потому что это дорогой продакшн достаточно. А почему не пошел проект? Вот ты понимаешь? Мы, он, для меня он пошел. Ну, не знаю, для меня... Ну, слушай, давай так, это же не значит, что он там, он качественно очень круто сделал, мы сейчас об этом поговорим, но он не пошел, потому что он закрылся. Два выпуска закрытия. Нет, 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 мы можем его продолжать снимать дальше. После того, как мы выпустили два эпизода, я начинаю говорить с Томасом, и у нас случился такой идеологический немножечко конфликт, потому что он считает, что мы еще не доросли снимать такие фильмы. Он считает, что это было бы круче, если бы мы их снимали, когда нам было по 35, у нас было бы больше жизненного опыта и так далее. Я считаю, что надо было продолжать их снимать и делать это. Но мы с ним спорили по поводу формата, сколько это должно быть. В итоге я пишу сценарий, мы начинаем созваниваться, и я понимаю, что человек не хочет это делать. Я не знаю даже... Мне кажется, ты достаточно хорошо чувствуешь людей, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот чувствуешь, когда человек сливается, когда он не появляется... Мне кажется, может быть, он почувствовал, что и запрос аудитории тоже такой же. То есть ты же читала там комментарии и так далее, что многие разделяли это мнение, что нужно как-то иметь больше жизненного опыта, что немножко там заученными смотрятся подводки, что это немножко как будто ты играешь какую-то роль, а не то, что тебя это интересует. Вот эта часть комментариев, мне кажется, меня не очень волновала в том плане, что я понимаю, что аудитория привыкла ко мне, говорящей своими словами, достаточно простыми, хотя есть посты, где я ухожу в паттерны и валидность. В целом, я достаточно просто объясняю сложные вещи. И когда я предстою в новом образе, естественно, это воспринимается сначала в штыки. Но просто было ощущение, что ты сама не до конца понимаешь, о чем ты рассказываешь. Там была проблема, знаешь, в чем? Что мы написали этот сценарий, у меня не было суфлера. И все, что там происходит, я говорю по памяти. И при этом это достаточно сложно, потому что я не актриса, у меня нет таких амбиций, и ты это делаешь впервые. И еще из-за того, что я очень ответственный человек, я очень, ну, как сказать, когда я ошибалась, я думаю, блин, я подвожу всю команду, все здесь ради меня, я трачу их время. Ну, вот это вот такое самоедство начинается, и это дает, естественно, вместе с усталостью, какой-то, знаешь, режим каменного. Потому что ты хочешь четко, быстро сказать все, чтобы никого не держать, мы это записали и пошли дальше. Это напрямую касается нас, поэтому мы можем попробовать разобраться изма. Пускай своим юным и, так сказать, воспаленным сознанием. Потому что, ну, я уже сказала, из-за чего. У тебя же есть собственный канал, на котором ты начала делать новое шоу, интервью по теме, когда герой может сам выбрать свою тему и на нее разговаривать. Нет. Почему тоже у тебя эти выпуски выходят, ну, скажем так, нельзя сказать, что в этом есть какая-то жесткая периодичность? Нет, смотри, у меня там два шоу. Первое мое флагманско-любимое детище, которое называется «Ксюша открывает мир», которое снимается долго, дорого и тяжело. И, к сожалению, это не суперразвлекательный такой контент. Поэтому, чтобы, мне кажется, опять же, ты как никто другой должен это понимать, чтобы смотрели это, нужно придумать какое-то немножечко не то, что фастфуд, но что-то более понятное и простое. Поэтому я придумала «Есть тему». «Есть тема». Да. Самый ад, я помню, что он лежит в гробу, и мне говорят, его надо поцеловать. Ты не хочешь этого делать не потому, что ты не любишь дедушку, лежит мертвый человек. Выходит она достаточно вообще регулярно. Она выходит, мне кажется, раз в 10-14 дней в идеале. Иногда, вот как сегодня, у нас, например, должен был выйти выпуск. У нас проблемы с рекламодателем. Мы с ним обсуждаем, надо переснять. Ну, то есть какие-то базовые вещи. У меня лежит где-то выпусков пять консервой, и лежит два выпуска «Ксюша открывает мир». И везде перед Новым годом начинаются вот эти рекламные терки. Здесь вот так, здесь вот так сделайте. Ну да, но ты же СММщик. Ты же понимаешь, насколько важна периодичность. Конечно, я понимаю, поэтому вместо одного я буду выпускать другого героя. «Ксюша открывает мир», я выпущу, видимо, под Новый год, и буду это все двигать. Что сегодня является основным источником дохода для того, чтобы делать те вещи, которые тебе так нравятся? Так, разные очень он диверсифицирован. Значит, конечно, Инстаграм. Конечно, часть уже Ютуб, слава богу, он начинает сам себя кормить. Диджей-сеты до сих пор. Что еще? В агентстве, в принципе, ну я не могу сказать, что вот сейчас какую-то большую долю дохода он приносит. Мне кажется, ну агентство все равно что-то приносит, не так много. Вот, и что еще я делаю? Ну вроде бы все. Пытаюсь вспомнить. А, и веду еще иногда мероприятия. Но Инстаграм основное? Мне кажется, Инстаграм да. Мы в интервью в том декабрьском как раз говорим про заработки, про Инстаграм. Ты так очень легко говоришь, ну не будет, будет что-то другое. Но понятно, что я думаю, что как и я, как и многие другие, ты вообще не верила в возможность того, что вот можно взять и закрыть Инстаграм. Как сейчас перестроена твоя реальность и заработки в связи с тем, что Инстаграм это теперь экстремистская организация? Это запрещенная социальная сеть с картинками. Телеграмм существует. И мне нетрудно было перейти в Телеграмм, потому что я его и так вела. Просто мне, например, не хотелось никогда его коммерциализировать. Мне нравилось для души туда исключительно писать. И я туда рекламу вообще не втыкала, так сказать. Вот сейчас есть она. Втыкаю. Красиво, нативно, хорошие продукты. Вот. Запрещенной социальной сети с картинками все равно люди размещают рекламу. Просто они теперь юридически это по-другому пишут. Я стала больше ездить на диджей-сеты. Ну, во-первых, потому что лето. Во-вторых, потому что надо работать. Работаем по городам и весям. И какие-то, знаешь, больше каких-то штучек придумываю с кем-то, каких-то коллабораций. Опять же, там вот рубрика импортозамещения, мое любимое. У нас есть лимонады. Вот у нас почти все ингредиенты были очень крутые, австрийские. Нет теперь австрийских ингредиентов, но у нас новая линейка вкусов, которая включает в себя эстрагон и другие замечательные штучки, которые можно найти на территории Российской Федерации или близлежащих государств. Ну, основной заработок как бы изменился, структура заработка. То есть ты сейчас больше диджей-сеты делаешь, часть рекламы переведена в Телеграм, но в Телеграме же меньше подписчиков. Это же влияет на стоимость. И реклама в Телеграме стоит сильно дешевле. Ну, вот я даже по себе знаю, она дешевле стоит, чем в Инстаграме. У тебя разница, я думаю, очень заметна. У меня все-таки не такой, как сказать, разброс охватов, да, плюс-минус, там, ну, более-менее, мне кажется, одинаково, плюс в Телеграме ты можешь как будто больше рекламы делать, потому что у тебя поток, если ты выдерживаешь его. Вот, но в целом, конечно, слушай, заработок, естественно, упал, как минимум, потому что почти все бренды, с которыми я работала, они были иностранные. С кем-то у меня были уже подписаны почти контракты на какие-то просто топовые суммы, замечательные фильмы, я должна была им там снимать, что-то делать. Сейчас, естественно, этого нет. Вот, но я продолжаю считать, что жаловаться вообще грешно в этой ситуации, потому что, ну, окей, вот такие вот потери, но какой-то базовый пакет, там, своей жизни, хлеб, еда, вода, там, кровь, у меня все это есть. Вот, поэтому, ну, что? Скажи, как идет твой проект «Ксюша открывает мир»? О, это мое общение. Я говорила, что он дорогой, что там надо в это вкладываться. Вот есть ли сейчас на него деньги, и что ты познала за эти полгода? Здрасте, я Ксюша. Здравствуйте, Надежда. Очень приятно. Холодные руки. А вот теплые, наоборот, это хороший знак. Ну что, мы вообще потряслись, пока сюда доехали. У нас другая очень плохая. Но зато красивая. Я познала дзен, гнев, ненависть и дзен как следствие. Ну, такой, видишь, он немножко прорывающийся, падающий дзен. Мы должны были продаваться стримингу. Стриминг сказал, что дела такие, что денег как бы больше нет. Я такая, ну, классно. В итоге я что? Я вот сейчас поеду в июле снимать в Мурманск сама, и до этого в Москве буду снимать тоже сама. Все на свои кровные. И буду думать, что с этим делать. Но я точно, понимаешь, я для себя поставила задачу, что я хочу снять там шесть серий. Вот мне хочется. Потому что это важно. И мне сейчас кажется, что этот проект как никогда важен. Все равно. Потому что у нас такое огромное непонимание между людьми. Например, я ездила в Паттулу. Ну, там разведочная наша была такая штучка. И вот я там разговариваю с людьми, которые все поддерживают. Я пытаюсь понять. Я спрашиваю про их жизнь. И я к чему это все веду. Просто в какой-то момент был очень популярен такой нарратив, что люди, которые поддерживают войну, они все нелюди. Это все глубинный народ. А вот мы здесь в бизнес-классе летящего в Грузию джета. Мы гордость России. Мы вот эти просветленные интеллектуальные лица. Но у меня от этого просто начинает дергаться глаз. И мне хочется этих людей, я не знаю, ice bucket challenge какой-то сделать, чтобы они проснулись. Я не считаю, что это не так. Я не считаю, что это так. Потому что мне кажется, что нельзя говорить, что это какие-то ужасные люди. Потому что я разговариваю с людьми в Тверской области. И я понимаю, что они верующие. Они помогают детям из детдома. Они какую-то там себе общину как будто сделали. То есть я с ними там разговариваю. Они очень осуждают взяточность. Ты понимаешь, что какие-то ценностные идеалы у них похожи. Но при этом они поддерживают. А потом знаешь, что выясняется? Что они реально смотрят телек. Я не шучу. Кто бы мог подумать? То есть это просто излучатели, которые работают на людей. Да, можешь опять поставить ATL. И вот этот черный ящик, который тебя засасывает. Потому что они мне искренне начинают рассказывать вот прям цитаты оттуда. И говорить, вот там же вот это. А там вот это. А там вот эти летучие мыши, которые уничтожают вирусами славян. Вот там такие вот. Ну я не знаю, что там. Маша, ну почему они верят в телевизор? При том, что интернет сейчас везде проведен. А условно в Москве и в Петербурге, где люди, скажем так, чуть больше зарабатывают, чуть легче жизнь, чуть больше образования, они в меньшей степени в это верят. Почему так? Потому что телевизор очень простой источник потребления информации. Ты его включаешь, он тебе сам все дает. Ну в Твери что, интернета нет? Есть. Ну так это же люди чуть более старшего поколения. Понимаешь, вот молодежь, почему там так за нее так борются, не знаю, как они пытаются это делать, привыкла, что она сразу сама залезает и смотрит. Понимаешь, у нее есть варианты обойти, здесь включить, то есть поискать источники информации. Непонятно, что никто на 100% не защищен, да? Ты все равно можешь попасть в какую-то радикальность. Но у тебя есть выбор. А здесь, ну, они не привыкли. Слушай, я не знаю, ну, там, кто? Ну, даже мой папа, ну, хотя он не сказать, что какой-то ужасный ретрограмм, да, но вот ему там под 60. Я не могу сказать, что он суперклассно пользуется интернетом. Ну, нет. Вот, там, я не знаю. Опять же, вот туда я приезжаю, они говорят, да, у нас телефончики есть, мы типа там на Инстаграм смотрим иногда. Ну, понимаешь? То есть это вопрос привычки еще потребления информации. Когда у тебя источник один, и он тебе говорит вот это нон-стоп, ну, конечно, у тебя несколько меняется картина мира. Причем, я тебе больше скажу, я вот в моменте включила телевизор, это так успокаивает. Ты смотришь, тебя прям обливают величием. Ты вообще намазываешь его на бутерброд, ешь, и похер, что этого бутерброда нет, понимаешь? Потому что ты такой, а мы вообще великая страна, нам все завидуют, у нас вообще все супер, мы как вообще, похуй, что дорог нет, вообще ничего нет. Мы лучше. Вот, и, ой, господи, это, возвращаясь, Ксюша открывает мир, и к тому, это, сори за вот этот отход, вот, просто это к тому, что мы ездили там на разведку, думали найти героев и так далее. И вот я решила тебе заодно эту байку рассказать. Ну, вот ты поездила по стране. Да. Ты что можешь сказать? Вот сильно герои, с которыми ты сталкивалась, отличаются от той страны, которую показывают по телевизору? Здесь, опять же, важно, что у меня фокус-группа-то, видишь, ну, такая выборка определенная, потому что я ищу тех, кто достаточно предприимчивый, да. Чего-то добился. Ну, не даже чего-то добился, а кто вот делает что-то, любит свое дело, да, и он... И что-то добился через это дело. Ну, возможно. То есть это, в принципе, человек, который... Вот, важный-важный момент, который против вот этой установки «не высовывайся». Вот, вот это очень важная, на самом деле, установка. Мне кажется, тоже про это можно поговорить, что вот не принято высовываться, там все решат, не высовывайся, не надо, будь как все, вот это, знаешь. Там, вот, мои герои, у них нет такого желания, они начинают заниматься предпринимательством. Предпринимательство в России так-то не очень любят. Вот рубрика «Высшая школа экономики» у Климова есть замечательное исследование про отношение россиян к предпринимательству. Оно, спойлер, не самое радужное, понимаешь, потому что есть очень большое количество стереотипов. А почему? Стереотипы, мне кажется, это наследие как раз Советского, возможно, Союза. Ну, то есть за что русские народы любят предпринимать? Это кто-то, коммерсант, кто-то. Ну, сколько лет, представляешь, людям рассказывали, что вот есть коммунизм, а есть загнивающий Запад, который исключительно капиталистичен, ужасен и так далее. Конечно, это в каком-то виде остается, понимаешь. Опять же, ну, предприниматель – это кто? Это человек, который высунулся, который попробовал, который что-то там делает, шурудит. Очевидно, да, ему, как у всех, не нравится. Ну, то есть, ну, там, на самом деле, мне кажется, можно целую работу будет писать, знаешь, про это. Вот, и возвращаясь, опять же, к твоему исконному вопросу, что мои герои, мне они все очень нравятся, да, потому что даже если у нас с ними политические взгляды какие-то не совпадают, а такое бывает, да, потому что мне там героиня говорит, что вот, мой, значит, самый большой герой – это наш президент. Ну, вот я понимаю, что у нее так, значит, у нее вот отчасти там такое употребление информации. Если я буду уже сидеть, играть в психолога и с ней разбирать, почему именно он, я думаю, там будут какие-то базовые ценности, которые ей кажется он воспроизводит. Но в большинстве этот глубинный народ, с которым... Мерзкое слово, давай не будем, но глубинный народ... Ну, хорошо, давай, как предложили? Ну, я не знаю, житель немиллионников, городов немиллионников. В большинстве своем жители городов немиллионников скорее за власть и спецоперацию или все-таки против? Вот сейчас, видишь, поеду в Мурманскую область, поспрашиваю людей, я тебе не могу сказать точно. Ну, вот ты спрашивала до этого, вот, больше. Как вот то, что ты сама видела? Понятно, что ты не с миллионом человек пообщалась. У меня нет ощущения никакой оппозиционности там, нет. Ксюша, мы решили сделать с тобой следующую суперигру. Ты у нас девушка модная, прогрессивная. Надо эти модные знания, как бы, ими облагораживать глянцевую почту. Так, так. Поэтому мы договорились сегодня с журналом, который как бы пишет про модных, классных, современных девушек. Это журнал «Мари Клэр». Так, да. Поддерживает повесточку. И ты будешь главным редактором этого журнала. Ничего себе. На сегодняшней летучке. Ничего себе. И для ближайшего номера. Вау. Согласна? Ну, давайте. Не уверена, что я имею компетенции, но давайте попробуем. А мы сейчас все научим. С тобой рядом бывший главвред Лефисиеля. Да, да, да. Так что поддержим, научим. У тебя сегодня уникальный шанс придумать, пусть пока на бумаге, но журнал «Твои мечты». Классная же задача. Ну, интересно. А ты ожидала чего-то там этого. И вот познакомься. Алена. Привет. Добро пожаловать. Алена, очень приятно. Здравствуйте, Алена. Ну что, добро пожаловать. Спасибо. Ой, спасибо большое. Красота. Добро пожаловать. Добро пожаловать. И кофе, и вода, и огонь, и все. Ну, смотри, что у нас происходит. Значит, мы сегодня собрались командой «Мариклэр» редакционной по поводу февральского номера. Через пять дней он улетает в печать. Да. И хоть Ксения вначале сказала, что главное редакторство на один день, на самом деле мы планируем сегодня серьезно, в полном объеме, проработать февраль и максимально интегрировать туда то, что мы сегодня родим, в сам номер. Твоя должность официальная, которая будет прописана потом везде, везде, везде. Трудовая книжка, кажется. Приглашенный главный редактор «Мариклэр Февраль». Обычно у нас все строится таким образом, что в первую очередь мы выбираем тему номера и героя на обложку. Смотри, Алена, а у нас есть вот список. Может быть, мы очень быстро, буквально, вот таким образом. Тереза Малека. Ты знаешь, кто это? Нет, честно говоря, не могу вообще. А знаешь, что такое ГЭС-2? А, знаю, господи. Давайте подснимем только фотографии потом обязательно. Это я сейчас очень сильно затупила. Это женщина, которая открыла сейчас ГЭС-2. Ты не была там еще? Я была, конечно. Я ходила, все снимала. Слушай, настолько часто говорят про Михельсона, когда говорят про ГЭС-2, что все остальные имена немножечко... Да, но Михельсон дал огромные деньги на это, что, конечно, очень ценно. А Тереза, она стала куратором. И все эти годы, собственно, она, как я понимаю, вдохновила на этот проект. И она им занималась и курировала весь этот долгий процесс. Аксенова в моем доме, насколько помню, она играла такую девочку-хакершу. И тоже там была какая-то диджитальная привязка. Да. И она красивая. Она вообще... Душка моя. Вот. Поэтому это я просто, опять же, подвязываю туда. Аксенова мне, кстати, нравится. То есть как облаженная героиня, у нее достаточно веса и потенциала для того, чтобы... Как подать, как снять. Но глобально редактор дает опруф на Аксенову. Она, мне кажется, она да. А почему нет? Она молодая, талантливая актриса, она... Ань, ты слышишь? А что? Кто-то ее завернул? Нет, нет. Ничего не завернул. Мне она очень нравится. Мне кажется, сама кто-то хочет забрать. И она, кстати, да, она же хакершу играла. Да, я и поэтому и говорю, что она ассоциируется с этим. Едем дальше. Самый беспроигрышный вариант. Актриса – это звезда на обложке. Так. Мы проконсультировались со стриминговыми... Стриминговыми... Платформами, да? Стриминговыми, да. И посмотрели, у кого выходят новые проекты. Аня Чиповская. Моя хорошая. Аня Михалкова и Сабина Ахмедова. Ааа, Сабина Ахмедова, мне кажется. Она, мне кажется, менее... Ну, как-то сказать... Ну, то есть Чиповскую я помню лет 10. Вот как Баймиг она надела красиво и пошла, и она в моем сердечке живет. Михалкова – это вообще, мне кажется, аристократия. А Сабина Ахмедова, я не помню, с ней не обложена. Что плохого в аристократии? Ничего плохого нет. Просто хочется новых каких-то лиц. Нет у вас такого? Мне хочется приходить, видеть, опять же, какую-то демократизацию в глянце, в том плане, что ты такой, ой, я узнал человека из глянца. Не, ну я вот, кстати, с этой логикой согласна. Она, конечно, гораздо меньше звезда, чем вот Аня или Чиповская. В чем еще ее плюс? Что она настолько будет счастлива попасть на обложку, что вот с ней можно делать все, что хочешь. Вярочки, вся в татуаже, виртуально наложим картинку, вы голая, а мы сверху снимаем, морковку в вас втыкаем. То есть человек готов на любой эксперимент. Это тоже важно. И она, кстати, очень такая а-ля виртуальная реальность, она тринити такая вполне внешне. Мне Сабина нравится. Мне тоже. Едем дальше. Вот кто эта девушка? А кто, покажите. Ольга Бодрова. Знаешь ли ты ее? В этом году, начнем с далека, в этом году на кинотавре вышел фильм «Синее, синее море». Он только сейчас вышел в прокат. Эта девушка взяла на кинотавре, насколько я знаю, главную женскую роль. Бодров, естественно. Да, как нам намекает фамилия. В общем, это дочка Бодрова. Мы почему на нее посмотрели? Свежее лицо. Фамилия знакомая. Фамилия знакомая. Но, кстати, Ольга не бравирует фамилию. А она интересная? Кто-то с ней общался? Вот да, есть какая-то вообще, есть досье что-то. Пока для нас это полностью слепая зона. Нет, досье, безусловно, есть. Мы лично не общались, мы не знаем. Ну, надо смотреть тогда, я не знаю, фильм. Надо как-то изучать это. Потому что пока она не бравирует фамилии, но все, что у нас есть, это лицо и фамилия. Не, ну давай так, зато она очень красивая. То есть я бы про нее почитала. Вот представь, лежит журнал, ты видишь красивую девушку, ты вначале думаешь, что она модель, например. А потом ты еще читаешь, что Ольга Бодрова быть дочерью того самого. Ну, то есть мы в семейных связях все равно. Нет, ну, условно, узнать, какая дочь выросла у Бодрова, это тоже такой вполне себе интерес. Ну, вроде невозможно. Ну, у нас есть Эльвира Набиуллина с вопросом. Вот, это ход к нему. Очевидно. Прекрасно. На обложку? Ну, на обложку это не ваша тема, просто все перепутали, что Forbes. Вот, я хотела сказать, что у Forbes увели обложку. В очередной раз купили Forbes. Потому что тема-то интересная. Если Ксения Анатольевна сейчас еще вопросики свои поздает, то вообще огонь будет. Но насколько это Мэри Клэр и ваш ДНК бренда? Я говорю, скажешь, очередная перепродажа. А кто еще там? Кто там имеется? Вот не умеете вы устроить хорошую провокацию? Да, да. Дальше мы про любовь к родине. Любовь к родине Юлия Навальевна. И Дарья Навальевна. Да, экзактим. И причем это та мысль, вокруг которой мы уже ходим какое-то время. И, в общем, с каждым новым событием мы все больше укрепляемся в этой мысли, что нам нужна такая обложка. Это технически максимально сложная история. Но это история, которая может иметь потенциал как в России, так и в международной семье Мэри Клэр Интернешнл. Как вы считаете, стоит ли глянцу заходить на территорию политики? Нужно ли модному журналу затрагивать политическую повестку? Так что, мне кажется, стоит. Вы по-любому... Ну, а почему нет? Я вот просто не вижу в этом, чем глянец недостоин. Это же какая-то общественная жизнь. Это связано. Это другой жанр. Мы не Новая газета, мы не Эхо Москвы, мы не... Но вы же не обязаны их раскрывать исключительно... Ну и Любовь к Родине, вы же выбираете такую тему. Слушай, я помню, что мы сделали, я очень горжусь, мы сделали первую в жизни обложку с Юлией Навальной еще для журнала SNC. Сколько мне было это крови, сколько мне это стоило, вот эта фотосессия. И потом, конечно, честно говоря, даже уже это был год еще совершенно вегетарианский. Я вот сейчас думаю о том, что Даша, как будто бы даже... Не из серии, что я хочу их разделить с матерью навсегда, но Даша интереснее. Во-первых, зумер, извините. Во-вторых, новый герой. Во-вторых, она учится, да, за границей. Во-вторых, в-третьих, какие у тебя чувства по отношению к стране, где твой отец заключен? То есть, ну, вакууседжболистей. И, кстати, в этом смысле можно сделать такой хитрый разворот, как у нас все в стране, знаешь. Как бы если ты делаешь с ней про учебу, а не про политику, там, условно, как учиться в лучшем вузе мира, да? Пусть она расскажет про учебу, с кем она учится. Скажи, Ксения, а знаешь ли ты Татьяна Бакачук? Кто знакомый, так, освежите мою память. Первая в списке Forbes. Wildberries, это, по-моему. Нет, Wildberries, все, тогда знаю, да, конечно. Вот номер про любовь к деньгам и, допустим, Бакачук на обложке, мы бы почему-то не взяли ее фотографии? Ну, здесь логично, здесь есть. А ты бы сама купила? Вот Татьяна Бакачук на обложке с темой про любовь к деньгам. И о чем бы ты сказала? Мэри Клэр нет. Вот простите, вот я не могу деньги вот с вами я примирить, не знаю. Вот как будто бы не туда. Вот помнишь, в декабре мы в рамках Супер-игры предложили тебе стать редактором журнала? Да. С чем ты успешно справилась? Да, супер. И в том числе ты обсуждаешь там как бы в статусе главного редактора обложку, кого поставить на обложку. И когда смотришь на фотографию Даши Навальной, ты говоришь, стоит ли глянцу заходить на территорию политики? То есть на тот момент ты как бы сомневалась в этом. Ты сама себе задавала этот вопрос. Сейчас ты пишешь, что не высказывать свою позицию это самая проигрышная позиция. Вот все-таки стоит людям из глянца рассуждать о политических взглядах. Не, по-прежнему. А там же, видишь, там, мне кажется, контекст другой был. Там, по-моему, для того, чтобы мы ее сделали чуть ли не героиней обложки, да, мы ее обсуждали. И это не совсем одно и то же, чем, ну, работнику глянца высказывать свое мнение, да? То есть я все равно считаю, что... Я там еще в этом интервью считаю, что я политичная. Я тебе напомню. Я сейчас могу сказать, что мое представление о политичности, оно, видимо, я себя сравнивала с Яшиным и компанией. Потому что на фоне каких-то остальных моих друзей я понимаю, что вообще-то я дохрена политичная. Просто я себе, видишь, планку поставила несколько вот там, на баррикадах. Вот. Но возвращаясь к оригинальному вопросу, работники глянца, как любые журналисты, вольные, мне кажется, высказывать свое мнение, не должны его высказывать, там, насколько это позволительно, там, и с точки зрения закона. У тебя есть еще одна классная цитата. Больше всего хейта получили те блогеры, которые молчат совсем. Подписчики от всех ждут какого-то ответа, какой-то реакции, хотя бы формально. Если ты молчишь, тебе все равно. И так, на мой взгляд, реагировать нельзя. То есть все-таки ты высказываешь здесь позицию, что молчать нельзя. Реагировать, да, совсем нельзя. Смотри, это было в первый месяц, и это статья моя для Forbes. И идея здесь такова, что ты не обязан писать большой развернутый пост, но вот первый месяц, правда, для меня это было, ну, вообще непонятно, когда люди вообще игнорировали ситуацию, делали вид действительно в Инстаграме, что вообще ничего не происходит, когда ты можешь сделать, ну, базовую вещь какую-нибудь, ну, просто вот, например, я не знаю, выложить какой-нибудь благотворительный фонд или помочь какому-то человеку камерно. Ну, то есть понимаю прекрасно, насколько тяжело может быть выражать свое мнение, тем более какую-то позицию формулировать, но делать вид, понимаешь, вот были те, кто взял паузу и, например, вообще ничего не выкладывал, там, пару недель. Это все равно, понимаете, это понятно, почему этот человек делает, он реагирует. Для меня, видимо, сострадание – это, ну, одна из ключевых ценностей, понимаешь? И когда кто-то попивает нон-стоп, я не знаю, что, опероль, и как бы пока вот это все разворачивается и приобретает все более-более серьезный масштаб, естественно, это такой, ну, это странно. То есть для меня это, вот это, наверное, был бы такой, знаешь, не то чтобы галочкой, но это то, что вызвало у меня реакцию странно. Вот правда, да? Потому что когда люди, повторюсь, исчезали из соцсетей, я могла понять, почему они это сделали, потому что, действительно, ну, это очень трудно как-то пережить. Ну, хорошо, вот давай так, вот кейс Нурлана Сабурова, да? Вот он про что? То есть этот человек вообще вне политики, комик. Но ты видела, наверное, как и все мы, как его дико захейтили. Мне кажется, все уже обсудили Нурлана Сабурова. Я, по-моему, два интервью или три видео, где все разбирают этот кейс. Когда я вижу эти кадры, я не думаю, что так и надо. Ты из кого меня делаешь? Я меня сочувствую. У меня есть, у меня есть свои дети. Ты думаешь, я не слю? Ты думаешь, я урон? Ты у кого с меня, вот все эти люди, кому вы из меня делаете? Что я тебе могу сказать? Я, во-первых, я помню, что Нурлана Сабурова еще в январе, или когда у нас Казахстан был? В январе, по-моему, этого года, когда там были беспорядки, уже тогда писали про то, что он обязан, он должен. Я по замкнутому кругу хожу и говорю, что я не могу апеллировать. То есть ты на его стороне? Я не на его стороне. Я, знаешь, что я считаю? Я считаю, что если такая ситуация происходит, и ты не отменяешь свой тур, да, который идет, и ты ничего не высказаешься, и у тебя уже был инцидент первый, да? У него уже, ну, как там был первый инцидент, и потом был инцидент с девушкой-акционисткой, которая была в крови. Если первый инцидент для меня был еще более-менее как-то понятен, я такая, ну, ладно, вот там, типа, можешь не ожидал, еще что-то, то второй мне вообще уже не близок, потому что, несмотря на то, что он перед этим говорил какую-то свою речь о том, что... Вот там же, ну, это видео, оно подлиннее. Есть кусок, где она выбегает на сцену, и он дебильную шутку шутит про месячные. Про месячные. Да. А есть до этого, что он говорит какую-то свою речь про то, что там у меня семья, дети, все дела, и она вот потом выбегает. Ну, так ты подумай головой. Ну, ты, не знаю, поговори с пиарщиками, еще что-то сделай, не выступай. Либо пойми, что ты будешь делать в такой ситуации. Ну, для меня вот это тоже непонятно, понимаешь? То есть ты уже, очевидно, в зоне видимости людей. Они ждут от тебя чего-то, а ты им это дать не можешь. Да, то есть ты не хочешь говорить, потому что у тебя семья, дети, там, ну, не знаю, моя хата с краю. Ну, тогда найми людей, подумай что-то, ну, не делай ты еще хуже, потому что он этой шуткой промесячные, ну, мне кажется, отвернул от себя, ну, просто огромное количество людей максимально, потому что это было абсолютно... Ну, это было, опять же, бесчувственно. То есть тебе человек, какой-то месседж, не знаю, ты можешь спорить о его форме, да, но идея его понятна. Пытается тебе донести, а ты как бы вот так реагируешь. Но при этом, при этом отдельно хочу сказать, что люди, которые покупают билеты на его концерты в США, чтобы его там пошеймить за то, что он, находясь там, как-то не высказывается про Украину, это для меня очень сложная конструкция, которую нужно разбирать и тоже к ней задавать вопросы, потому что это для меня тоже выглядит как какая-то травля человека, который, ну, там, я не знаю, насколько он гражданин России, ну, просто, знаешь, как будто вот на него конкретно пало это бремя, плохое слово. Вот его выбрали, и вот сейчас его, значит, вот так фигачат. Ну, умным было бы отменить тур сразу, как только ты понимаешь, что ты не вывозишь. Ты не можешь высказаться, ты не можешь как-то поддержать или, наоборот, сказать, я за это. Отменяй тогда. Ну, потому что ты понимаешь, что ты уже вот в этой петле, где за тобой будут следить, будут тебя все больше и больше провоцировать. А здесь ты как будто и рыбку съел, и посидел на стульчике. Про новую этику. Да, хорошо. Тебе близко это понятие? Ты приветствуешь, чтобы это... Я сейчас не имею в виду феминитивы, я знаю, что ты против этого. Почему я не против феминитивов? Но ты по отношению к себе их не используешь. Да я вообще когда как, если честно, потому что мне некоторые нравятся очень на слух, они прикольные. Например, психологиня мне очень нравится, как звучит, а блогерка мне не всегда на слух нравится. Но я понимаю, что иногда у меня это может вообще выскочить, я это скажу. Ну, вообще, вот сам тренд культуры отмены, вот все этих общественных судов, когда общественное порицание становится важнейшим судом. Я тебе объясню, почему мне не нравится культура отмены в большинстве случаев. Да, это не суд, это деление мира на черное и белое, это порой превращается в травлю, и это такой рой, который говорит, вот сейчас мы все это, значит, порешаем за вас. Есть такое. Но культуры отмены во многом... Но у нас ее вообще толком нет в России, честно. Даже там окей. Потому что, слава богу, что нет. Ну, да, конечно, в какой-то степени да, но хотелось бы тогда, знаешь, чтобы у нас... В общем, смотри, культура отмены, это инструмент для тех, у кого нету возможности как-то повлиять на ситуацию, да, другим путем. И там, образно, с чего это началось? Насколько я помню, Харви Вайнштейна, когда дела были давным-давно, и женщины, наконец, собрались, они смогли про это рассказать, но там, как таковых, доказательств не было. И все, ну, не у всех они были, и вот эта критическая масса в итоге собралась, нашлись доказательства. И это тот случай, когда культура отмены сработала по делу. Есть ситуации, когда культура отмены работает на пользу продажам и капитализму. Это то, что происходит с Трэвисом Скоттом, если ты смотрела за этим. То, что у него на концерте, на его фестивале, который он организовал, ну, по сути, он является одним из организаторов, погибли люди, и из-за этого он теряет все свои контракты, хотя еще дело судебное идет. С одной стороны, это тоже сложная история, с одной стороны... Ну, вот это правильно? Он разве виноват? Он же не организовывал это руками. Нет, он несет ответственность о своем имени. То есть для меня, для меня здесь лучше было бы, чтобы перед тем, как его все отменяли, прошло судебное заседание, он выплатил свои миллиарды или там просто огромные цифры, которые просит. И после этого люди уже принимали решение. Но, опять же, потому что дело идет, ну, речь идет о продажах, все боятся репутационных рисков. И от человека сразу начинают, ну, как сказать, отдаляться, чтобы не терять деньги. В этом случае мне не близка культура отмены. В общем, идея в том, что, как любой инструмент, культура отмены очень меняется в зависимости от того, в чьих она руках. Твой любимый философ, на которого ты часто ссылаешься, Эрих Фроум, рекомендуешь его всем читать. И в том числе твои подписчики потом к тебе возвращаются после рекомендованных книг Эриха Фрома и говорят, ну, как же так? Он, в числе прочего, например, не признавал геев. И Ксения Дукалис честно разжевывает своим подписчикам, что, ребят, вам не надо со всеми соглашаться мнениями, а главное, это принцип историзма. Он жил в другую эпоху, и, соответственно, он не мог иначе относиться к геям, потому что это была другая культура. С национально выехала по лицу в Индексу. Он жил по другим стандартам. При этом ты же спустя какое-то время рассказываешь о том, что ты совершенно иначе взглянула на историю, например, Моники Левински, что раньше ты это видела как историю какой-то непонятной бабищи, которая, значит, взяла в рот. Я просто вспоминаю, как в детстве это все обсуждали. А потом ты поняла, что насколько там она в другом была в возрасте, зависима от него, насколько Клинтон неправильно поступил и так далее. Но не кажется ли тебе, что в этой ситуации условно Клинтону тоже тогда нужно применить тот же принцип историзма, а не называть его факбоем условно, понимаешь? Слово его факбой. Ну, не ты, я имею в виду вообще. То есть условно, если Эрих Фром жил в другой реальности, где действительно было гомофобное общество, и мы это понимаем как принцип историзма, то люди, которые 40-30 лет назад жили тоже в другой реальности, они же тоже жили по другим правилам, где трахнуть секретаршу это было чем-то милым, классным, и никто об этом не говорил как о харассменте. Почему тогда Клинтону или даже Квайнштейну в те годы не применяется принцип историзма? То есть когда это происходит здесь и сейчас, когда все у нас уже новая повестка, феминизм, харассмент и неприемлемые вещи, понятно, но сейчас же судят условно, там, Пласида Доминго обвиняют в том, что он в 83-м году кого-то там щипнул за задницу и не так посмотрел. Но он же, это 83-й год, это другие правила, этика другая. в фильмах, везде, ну, как бы секретарша, которая тебе приносит кофе, она как бы для того и приходит, чтобы ты ее в том числе по жопе, значит... Понимаешь, да, что я говорю? Почему здесь не применить принцип историзма? Ну, во-первых, мне кажется, что жертвы, ну, те, кто все, когда пострадали от этого, те, кто себя некомфортно чувствовал, кому это навредило, у Пласида Доминго, у Харви Вольфштейна и так далее, живы, и они понимают, что, блин, все, вот я как бы хочу об этом сейчас сообщить, и есть на это запрос большого количества людей. Видимо, большое количество людей в историческом моменте, когда это было нормально, их пощупали за жопу, когда им это не нравилось. Я не знаю, щупали ли тебя когда-нибудь за жопу, когда тебе не хотелось. У меня было такое пару раз. Было крайне неприятно. Чувствуешь себя обосранной, обоссанной и вообще омерзительно. Ну, не без этого, но надо уметь хлопнуть по чужой руке. Мне кажется, это важный навык. Это очень хорошо, что ты говоришь, потому что вот у меня было так дважды. И один раз я дала чуваку пощечину, второй раз мы шли втроем, я, моя подруга, мой друг, мимо прошел чувак, и он, как бы обходя, шлепнул меня. Я осознал, то есть это был настолько шок, что я это поняла, типа, ну вот метров через пять, и я просто, и я себя почувствовала виноватой, грязной и ужасной. И как бы вот, ну это ужасное неприятное чувство. И то, что женщины там спустя какое-то время, вот у них это копилось, они захотели этой какой-то справедливости, но я не могу их за это винить. И возвращаясь к историзму, ну как минимум, разница в том, что геи, которые живут сейчас, это те геи, которые жили при Фроме и которые, к сожалению, прошли через то, что они должны были проходить, они не живы, они не могут потребовать справедливости. Есть разница в том, что жив ты или нет на момент, когда эти правила поменялись? Нет, не совсем так. Разница в том, почему требуется эта ретрибуция, потому что есть жертвы, которым действительно об этом хотят, чтобы про это говорить. Знаешь, окей, историзм, мы тогда можем историзм ко всему, знаешь, двигать и говорить, вот, значит, здесь... Я не знаю. Ну как, но темнокожие сейчас условно говорят о рабовладении, да, там во время всех этих БЛМ-овских событий там сносили памятники в том числе Вашингтону, потому что у него тоже были рабы, при том, что Вашингтон был просветителем и, очевидно, стремился в тот момент сделать более либеральную Америку. Ну это, послушай, он делал более либеральную Америку для людей, не для всех, да? Опять же, основатели не считали, ни женщин, да, ни рабов, никого. В другое время историзм. Да, и вот новое время, да, они были суперпрогрессивными. Для того времени, да. И для того времени, ну как бы, ты не можешь перескочить условно... То есть в то время человек, который двигал исторический процесс, как мы сейчас понимаем, и был прогрессивен для того времени, мы начинаем судить его по законам в нашем времени, и он в любом случае будет, ну, как бы, консервативен, непрогрессивен, гомофоб с рабами и еще там с чем-то. Но это же дичь, так же не может быть. Общество в массах своих хочет новых героев. И они начинают, как бы, изучать все, что было в прошлом, не хотят это замалчивать. Говорят, мы недовольны, мы не хотим таких героев. Так это, пожалуйста, новых героев. А зачем уничтожать старых героев? Вот я этого понять не могу. Ну, хотите вы новых героев, новых лидеров, там, БЛМ, феминизма и чего-то еще. Я только за. Я вообще считаю, что новый герой самое классное, что может быть. Но зачем при этом уничтожать старика Вашингтона, Пушкина или еще кого-то, кто жил в другом историческом отрезке, как Эрих Фром, или как, извини меня, тот же Пласида Доминго. Ему сейчас 90 лет, он пожилой человек, он никому уже не пристает. Но в 80-х, блин, так было принято, к сожалению, мне это тоже не нравится. Но другая была реальность, понимаешь? Я понимаю, о чем ты? Люди курили в самолете, блин. Ты не можешь сейчас предъявить, что у тебя рак после этого был, потому что вокруг тебя все в самолете курили. Потому что тогда так все делали. Мне кажется, универсальное правило, это то, что ты не обижаешь того, кто слабее тебя. Еще одна важная тема, которая параллельно происходила вот на фоне всех событий здесь. Ты как феминистка должна была тоже за этим следить. Что там сейчас будет? Джонни Депп тебе? Да, конечно же. Что ты об этом думаешь? Ты рада, что он выиграл? Я не могу сказать, что я рада. Я вообще, если честно, не могу сказать, что я очень следила за этим процессом. Мне это интересно, кстати, с точки зрения какого-то культурного феномена, потому что это, знаешь, уже такой сериал в реальном мире. То есть это в первую очередь. Нет, но это же очевидно, что это, знаешь, такой первый кейс, когда ситуация отыгралась наоборот. То есть она игралась во дни ворота все время с Вайнштейном, с вот этими кейсами. А тут вроде раз, и он немножко, маятник, качнулся в другую сторону. Ну, я бы сказала так. Мне, значит, что мне не понравилось в этом кейсе, и что я не буду поддерживать никогда, это вот эта травля Эмбер Хёрд, которая была ужасной, которая объективно была, ну, то есть все, что я узнала об этом, об этом, как это называется, об этом судебном деле, я узнала против своей воли из интернетов, потому что, и чаще всего... Подожди, но если человек врет, он не заслуживает разве там, чтобы его критиковали жестко? Критиковали, да, но там была травля местами. То есть одно дело, когда, я не знаю, тебе пишут о том, что вот, не знаю, вот вы врете, все дела, а другое дело, когда все ее, вообще все ее слова, да, тоже, получается обратная ситуация, понимаешь, где любое ее высказывание считается тоже враньем, хотя это и, извини, важный момент, когда пытаются сделать вид, что он супер белый и пушистый, вообще идеальный человек, вот, а она прямо из щаде ада, хотя... Ну смотри, из этих, как бы, из этой позиции мы тогда можем сказать, что и против Харви Вайнштейна тоже была травля, несмотря на то, что он был виноват, но как бы помимо того, что он был виноват, он тоже был затравлен в каком-то смысле. У Харви Вайнштейна, во-первых, нет каких-то соцсетей, его дело так сильно не транслировали в YouTube еще что-то, и, ну, опять же, это сложно сравнивать, честно, я сейчас тебе не смогу это так сравнить, мне нужно прям, ну вот, чтобы это было полноценно, посмотреть вот так вот оба процесса. В общем, возвращаясь к этому, да, круто, что он, наверное, смог выиграть, вот именно дело, получается, о клевете, если я правильно понимаю, и классно, что есть прецедент, не нравится абсолютно то, что Эмбер травили, и это, на мой взгляд, два действительно человека психологически не очень здоровых со своими проблемами, которые я им обоим желаю разрешить, понимаешь, как можно скорее, как сказал хорошо про них Илон Маск, как бы она, at her best, замечательный человек, да, ну, то есть, ее дегуманизация опять, понимаешь, мы опять вот делим хорошее-плохое, вот именно в таком смысле, что вот тебя мы можем уничтожать теперь, понимаешь, потому что вот мы увидели, что ты здесь соврала, теперь ты достойна того, что мы просто тебя уничтожим, но это не классно. В общем, если кратко, то замечательно, что есть судебные дела, замечательно, что это действительно немножечко смещается из прям того, что мы сразу начинаем уничтожать человека в какую-то ситуацию, когда мы думаем, так, ладно, надо взять на заметку, надо там учесть и так далее. Что-то сделать на это. Да, что-то с этим сделать. Но опять же, видишь, это мы будем с тобой повторяться, часто еще связано с коммерческой стороной вопроса, потому что вот есть Эзра Миллер, который уже третий раз, или какой раз, не помню, приезжает на Гавайи и терроризирует их жителей. Он там с кем-то дерется, еще что-то делает. Его в итоге, насколько я понимаю, сняли с роли в сериале «Флэш». Ну, потому что вот они такие, нам твои репутационные вот эти издержки слишком долго, дорого будут обходиться. Вот. То есть очень сильно в этой ситуации замешан вот этот фактор получения прибыли. О личном. Ты 21 февраля выложила фотографию с колечком. Колечко красиво. У меня ногтиков нет, но колечко посмотрели. Ну, все, красота. Да, да. Прямо сколько карата. Не знаю. Полтора-два. Не знаю, наверное. Красиво. Так, ну что-то. Мой триумф был украден, понимаешь, 24-го. Я такая, Господи, не надо. Да. Как это было? Расскажи. Это было очень мило. Мы пришли домой. У меня есть кошка. Я ее очень сильно люблю. И мой молодой человек, он открыл комнату, и она вышла. Как его зовут? Его зовут Давид. Вот. Открыл дверь, она вышла. Вот. И он говорит, ой, смотри, кошка. Я думаю, ну да, кошка. Она всегда здесь. В смысле? Вот. И она как такая, ну, она меня приходит встречать, как собачка такая. Вот. Я беру на руки, обнимаю, вижу, что он очень на нас пристально смотрит, знаешь, такой любовью. Я думаю, как замечательно. Как мило. Он, наконец, полюбил кошку, а то все это время думал, что это за помойное существо здесь бегает. Вот. И оказалось, я ее 10 минут обнимаю, он говорит, там вообще-то кольцо на ней. Вот. И, в общем, у нее на ошейнике было кольцо, которое я не увидела, вот, потому что я пень. И он, собственно, мне сделал предложение, сказал, конечно, да, мы созвонились с родителями, все по фристайму выпили коньячок и так далее. Класс. А что? Когда с вами? 19 августа. Вот. Хочешь, приезжай. Не знаю, сколько ты в сон графике. Ты в Москве будешь? Нет. Мы в Армении будем делать с вами. В Армении. А почему? Потому что он армянин. А, то есть ты вовремя выходишь за... Я такая... И в Ереван, я так понимаю, тут с родинком. Не-не-не, я все равно в Москве, но просто мне вот хотелось... А он живет в Армении? Нет, он живет в Москве. Вот, со мной, с кошками. Просто хотелось, чтобы это действительно была какая-то... То есть ты феминистка все-таки решила, что ты будешь делать на родине своего... Мне кажется, это так классно, если бы я... Нет, это прекрасно. Армения моя. Армения моя. Барэрдзес. Кунэмворот, люби свой город. Вот. Но просто прикол еще в том... Ну, хочешь, я тебе дам еще одну причину? Потому что Армения, как и Турция, как и Грузия, теперь наши любимые места для путешествий. Каков у тебя статус в агентстве? Потому что ты везде говоришь, что ты партнер агентства. Да. Сооснователь. Во многих интервью ты об этом говоришь. Мы посмотрели так же и поняли, что у тебя нету там доли в бизнесе. Там все на ИП. И сотрудники самозанятые, с налоги... И вы там партнеры вдвоем? Ну, я мажоритарная. Ну, по факту... А Юля? Юля миноритарная. Городничева. Она изначально всем агентством занималась, ну, большую часть, всю оперативку все делала я. Юля должна была... Ну, она действительно была моим наставником. Она мне... Так как я... Сколько мне было, получается, 2016, минус 5 лет? Ну, там, 22-23 года. То есть ты вложила деньги в бизнес, а она была условно менеджером? Ну, она... Нет, наоборот. Она мне и давала какой-то коучинг в том плане, что... Ну, все-таки, Ксюш, 22 года все равно страшно. Ты как бы такой, блин, тебя начинают давить. Тебе говорят, вот здесь делайте то. А когда у тебя есть подруга, которая у тебя на 10 лет старше, она говорит, Ксюш, все нормально, так далее. Это важно. Вот. Плюс, там, опять же, Дроунго, это она там сооснователь. Это был один из моих первых клиентов. А вы до сих пор близко дружите? Ну, достаточно, да. Сегодня вообще-то ее день рождения, я вот хочу на него сходить. Класс, ты сходишь, я тебе обещаю. Ты знакома с Кристиной Потопчик? Да, это Юлина бывшая лучшая подруга. Ты с ней дружишь? Нет, мне кажется, я ее последний... Я вижу ее периодически, потому что она на патриках или где-то ходит. Но чтобы мы вот прям общались, мне кажется, это было лет... Сейчас скажу, мне кажется, лет шесть назад тоже. Мне кажется, лет шесть-семь, да. А что у вас общего с Кристиной Потопчик? Ну, то есть, что тебе в ней нравилось? Вот, ты говоришь, ты тогда с ней общалась лет семь назад. Ну, в основном мы общались, потому что они были подругами с Юлей. Вот. И плюс еще Юля работала в общественной палате, я с ней же работала в общественной палате, там, ну, занималась СММ. Что мне нравилось с Кристиной Потопчик? Ну, я могу сказать абсолютно точно, что Кристина Потопчик это отец какой, роботоспособный человек, так это назовем, человек, который вижу цель, не вижу препятствий. Мне кажется, это та черта, вот, которую, видишь, если бы у нас у всех в подругах была такая черта, мы бы, может быть, проект никогда не закрыли. Ты же понимала, и тебя не смущают ее связи с нашими, с администрацией президента, ты знаешь же, что она там курирует многие проекты в администрации президента. Потопчик, конечно. Так я с ней не общаюсь по семь лет, я, честно, не знаю, что, я последнее, что знаю, что она телеграм-каналы курирует, как я понимаю, из интервью Стрелец, да. Это все правда, да. Ну, когда вы общались семь лет назад, она была в такой активной фазе своей работы, в общем, она всегда довольно плотно сотрудничала с государством, этого не скрывала. Тебя это не смущало? На тот момент вывели с ней какие-то разговоры? Ты знаешь, я тебе могу сказать так, вот, если тебе интересны мои политические воззрения, я тебе могу провести по дорожке от того, вообще, последних десяти лет моих. Давай, мне очень интересно. Значит, 2010 год или 2011, значит, когда я поступала в универ, 10-11, да, значит, 10-11 я была оппозиционером прям вообще, ну, насколько может быть, юношеский максимализм, я ходила на окупая бай, вообще везде, куда можно было пойти, я ходила. На болотную, да. Вот, везде ходила, получала репосты от Кашина, вот это вот все. Вот, спустя, по-моему, два года, 2012 или 2013 это год был, у меня случилось, я смотрю, ну, я хожу на все протесты, я читаю все паблики, я слушаю тебя, я слушаю Навального, я всех слушаю, и в какой-то момент я понимаю, что, блин, я не понимаю, а куда это идет? то есть такое ощущение, что вот протест это самоцель, то есть я не понимаю своим подростковым каким-то максималистским мозгом, куда это идет, зачем я хожу, и я начинаю злиться, я абсолютно помню эти эмоции, потому что я такая, блин, почему? Я помню, что я пришла на Тверскую, там был какой-то митинг, и я вижу светских барышень высшего эшелона, которые пилят селфи, и меня это, я помню, что ужасно отвратило, я такая, блин, что за фигня, мы же тут вообще-то должны ломать режимы, мы должны что-то делать, мы должны менять что-то ради этой страны, и я понимаю, что это, типа, не происходит, вот, параллельно дружу с Юлей, и понимаю, что вот Юля говорит, вот, можно, например, там, пойти поработать в общественную палату, и я понимаю, блин, может быть, может быть, можно что-то менять изнутри, может быть, если я вот там буду работать, или там, может быть, я пойму что-то, ну, типа, изменю, поработала два года, очень разочаровалась еще сильнее, поняла, что, ну, пронаблюдала разные ситуации, мне очень не понравилось, Ксюша, и я в тот момент как раз, ну, очень круто начала заниматься Draw and Go, и я думаю, блин, надо вообще из всего этого выходить, не трогать политику, потому что, ну, блин, это какая-то херня, я не понимаю ничего, я не могу ничего контролировать, я хочу делать что-то, что я могу контролировать, я начала делать агентство, и мне кажется, вот дальше 8 лет, ну, не то, что, сколько, господи, 5 лет, не то, что о политичности, но вот все, что какое-то околовластное, с тех пор у меня вызывает большие вопросы, мне это вообще не нравится, будь то какие-то вот эти приходы порекламируете как по-хорошему Москва, заканчивая там еще какими-то регулярными этими штуками, вот, и отсюда, кстати, и появилась Ксюша, открывает мир, потому что я поняла, что, блин, я абсолютно не политичный человек, но я больше социальный человек, мне хочется делать что-то там. Ты сказал, что после этого к околовластным вещам ты относишься с большим таким, с большой настороженностью политически, а к околооппозиционным как относишься? Так же? Нет, но есть же вещи, ну, например, то, что Алексей Навальный сидит, и то, что я читаю новости о том, как над ним издеваются в колонии, но я не понимаю, как я могу это, у меня аж мурашки, я не понимаю, как я могу это читать, и это не вызывает, у меня может не вызывать никаких эмоций, у меня это вызывает боль, у меня это вызывает непонимание, то есть даже, я не знаю, я не представляю ситуацию, в которой я, находясь, я не знаю, в позиции власти, ставлю человека вот в такую ситуацию. Вот так же, как я против фраз про глубинный народ, так же я против того, что если кто-то критикует власть, он обязательно должен не любить свою страну. Вот это я вообще не понимаю. У меня ощущение, знаешь, что в погоне за многополярным миром мы пытаемся создать очень биполярный мир внутри страны, где есть типа либо за, либо против, ты либо свой, либо враг, но это нормально давать обратную связь. Ребят, ну типа в смысле, вот, и как-то хочется, чтобы, я уже не знаю, пускай они хотя бы делают вид, что они ее слушают, но они, хотя на самом деле ее стоит послушать, потому что, ну вот у тебя Татулова была, но мне кажется, у нее, правильно фамилию сказать? Да, у нее достаточно хорошие мысли были. Может быть, опять же, я что-то не понимаю, я опять же делаю скидку на ограниченность своих там знаний, Давай, не скромничай, в том же посте ты написала, и мне бы хотелось заниматься внутренней политикой, латать то, что есть. контекст, контекст, всегда важен контекст. Я говорю о том, что я никогда бы не смогла быть президентом, потому что для меня внешняя политика не так интересна, как внутренняя, потому что для меня, видишь, у меня другое, видимо, психотип. Не хочешь быть президентом, это похвально, но при этом дальше ты говоришь, но мне бы хотелось заниматься внутренней политикой, латать то, что есть. То есть тебе бы хотелось заниматься внутренней политикой. Просто я напомню, что в декабре, в том числе в нашем интервью, ты сказала, что после общественной палаты, где ты была, ты ни одной ногой ни-ни, больше никуда. И вот дальше ты уже даешь такую обратную связь, что ты готова была бы заниматься внутренней политикой, если бы тебе дали латать. А это здесь, понимаешь, это такой процесс, он как-то сказать, туда-сюда, туда-обратно. Потому что ты, если тебе, в принципе, не наплевать изначально, а мне как-то почему-то всегда не наплевать было, что когда я мелкая была, на митинге ходила, в 11-м и так далее, что когда я в палату пошла, мне все разы казалось, что как-то я участвую. Моша, подожди, что изменилось? Ты вот, условно, в декабре ты понимала, что вообще ни-ни. А я до сих пор... Дальше происходит 24-е число, и сейчас ты с удивлением говоришь, что типа я, в принципе, внутренней политикой готова. То есть я бы скорее наоборот, после 24-го хочется от всего этого держаться прямо. Нет, там пост про то, что я описываю то, что мне не нравится. А мне не нравится то, что очень сильная концентрация на внешнем, а при этом я езжу в Россию для своих же блиншоу, понимаешь? И я вижу проблемы с внутренним. Я говорю, вот если бы я была президентом, конечно, я бы не смогла, видимо, быть в России, потому что, судя по всему, нужно заниматься внешним. А мне нравится, хотелось бы заниматься внутренним. Но возвращаясь... Но тебе вот условно, если бы тебе реально предложили сейчас заняться внутренней политикой. Здесь вопрос такой, что я знаю очень много людей, молодых, классных, талантливых, кто хотел бы заниматься политикой, но кто не хотел бы, вот опять же, цитируя прошлого интервью, быть замазанным. Или ты сталкиваешься с ну какой-то такой средой, которая не то, что тебя не хочет, которая вообще ничего не хочет, понимаешь? Вот. И тебе, при этом ты туда как будто идешь, ты не понимаешь, изменишь ты что-то или нет, будет ли с этого что-то вообще действительно хорошее, сделано, реализовано. И в итоге ты как будто бы ты не видишь для себя вариантов, потому что ты такой... Ну вот ты видишь? Я не вижу, в этом это и проблема, понимаешь? У тебя нет доверия к власти, понимаешь? У тебя нет доверия к тому, что ты можешь действительно что-то туда, ну, там делать и менять, и тебя будут слушать. Поэтому, знаешь, у тебя вообще ощущение, что это какое-то огромное облако, которое искрится, дымит и пожирает все небо на своем пути. Поэтому, знаешь, когда вдруг ты видишь какую-нибудь новость про хрюканину, ты такой, хо-хо, ничего себе, кто-то там что-то сказал вот про это. То есть у нас все-таки есть, да, какие-то там подвижки или, ну, не знаю, что это. Хрюканину? Когда Свердловская область высказалась против Соловьева, моего любимого. Они бы тебе по-другому сказали. Они бы тебе сказали, слышь, ты, Штрибан, ты фильтруй хрюканину насчет нашего города. Хрюканина – это вообще прекрасное слово, которое теперь в моем мукабуляре присутствует. Вот. Но наличие такого, понимаешь, насколько безрыбье, что уже вот этот вот... Это становится мемом. Не то, что это становится мемом, а то, что настолько тебя уже все угнетает в этой политической обстановке, что когда кто-то пропагандисту говорит, чтобы он хрюканину свою фильтровал, ты такой, спасибо, очень-очень приятно, что кто-то... Ну, то есть, ты прям такой, спасибо большое. Вот. Потому что у тебя ощущение какой-то, ну, какой-то махины, которая вообще никого не слушает, делает что-то там свое, и ей наплевать на тебя. Вот, понимаешь? Вот это омерзительное ощущение, что тебя не слышат, не хотят слушать, и не ставят вообще твое мнение ни во что. Хотя твое мнение, оно не деструктивное, оно как бы очень, наоборот, родина направленная, тебе хочется, чтобы было классно, и не... Ну, как бы ты готов обсуждать с кем-то, как это классно должно выглядеть, но тебя просто не слушают. Или, если тебя начнут слушать, вот ты слушаешь твою, опять же, героиню, и ты понимаешь, что, блин, ну вот да, похожие ощущения, когда ты как будто бы Дон Кихотством занимаешься, понимаешь? И вот это мне не нравится, мне кажется, им как-то надо там подумать, как общаться с молодежью не в формате «мы такие, сейчас вам покажем, как клёвые, вот мы тут в Телеграм выложим кота», нет, а как, как-то, знаешь, пытаться реально услышать что-то. За что ты любишь Россию? Слушай, ну, удивительным образом, я вот иногда думаю про этот вопрос, потому что я действительно такая, блин, какая у нас классная страна. Я понимаю, что мне очень нравится именно культурный код людей, и тот самый вот микс того, что мы пожили и вот в этом советском пространстве, при этом нас сейчас пропитывает вот эта замечательная западная культура, это даёт такой микс того, что мы все очень разные, мы можем и вот так, и вот так, и у русского человека действительно всегда есть варик, но и он тебя вроде бы и поймёт, и готов за тебя, знаешь, как это, сам погибай, другого выручай, но при этом у нас уже появляется такая ответственность за себя, и там умение выстраивать свои границы. То есть мы какой-то очень крутой симбиоз. То есть то, за что я люблю Россию, это люди. Вот так, если кратко отвечать. Последний вопрос в том интервью был, за что ты любишь Россию? И ты на него ответила. Отвечала, да. Вот сейчас, летом 22-го, я спрошу тебя, скажи мне, за что ты не любишь Россию? Мне не могу сказать, что не люблю, но я могу сказать, что мне не нравится. Мне не нравится, что у нас всё ещё нет какой-то идеи, объясняющей нас как государство. Вот был не поздно Радудя, и у них там был Mortal Kombat. В комментариях там ещё, конечно, очень весело. Что вот один говорит, нет, нужна культура, а второй говорит, нет, нужна политика. А у меня ощущение, что у нас очень много, вот я уже про это говорила сегодня, каких-то установок старых, которые нужно убирать, про не высовываясь, ещё про что-то. И это ещё ведёт к тому, что у нас отчасти нет какой-то объединяющей нас идеи. Вот россиянин, он кто? Вот понимаешь, какова его цель? Он себя описывает негативно через «я тот, кто против вот этих всех». Это дурацкая идея, это плохая идея, она непродуктивная, несозидательная. Кто россиянин? Почему вот нету, либо мы об этом не знаем, какой-то комиссии, которая вот этим бы занималась? Почему у нас есть только Дугин с евразийством, да, а нет какой-то реальной идеи, которая бы нас как-то характеризовала, и она бы нас объединяла, и москвичей, и людей в селе Лимеш, понимаешь? Её нет. И вот это я не люблю, это мне не нравится. И как только что-то общее мы найдём такое, мне кажется, это тоже будет большой для нас шаг. Потому что сейчас мы берём и прощаемся за неимением ничего лучшего к имперскости и к вот этой какой-то исторической, видимо, карте. Но это не работает. Это, на мой взгляд, сейчас немножко другое время, и нужно что-то другое искать. Знаешь, я уже, я сижу, про это думаю вот давно, с февраля особенно. Я уже поняла, что вот эта история про сериал-хранители и комикс, где в какой-то момент с неба начинают падать, если я правильно помню, какие-то эти сквидсы, господи, извините, я как Зоя Виксельчен сейчас, но кальмары, кальмары с неба начинают падать, и весь мир перестаёт как бы ругаться друг с другом, потому что они пытаются понять, что вот там происходит, да. То есть как будто бы нет вот этого объединяющего ни в мире, ни у нас. Ну, как бы хрен с миром, меня волнует Россия, вот этого у нас нет, и это мне не нравится, это я не люблю, и я не люблю то, что как будто бы никто этим не занимается, и как следствие, кто во что гораст. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok